Уфимская общественная организация помогает беременным и молодым мамам с заражением ВИЧ-инфекцией решить вопросы, связанные с этим заболеванием. Проект реализуют на средства гранта главы администрации города. Подробнее расскажет руководитель региональной общественной организации «Позитивная среда» Артур Гельманов. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. В первую очередь, сначала, пожалуйста, расскажите, как вообще пришла идея создать такой проект и интересно, на кого он по большей части рассчитан. То есть это те мамы, которые вот только-только узнали, что у них положительный ВИЧ-статус, и они не знают, куда обратиться, или они боятся, переживают, и ваша задача, может быть, даже их выявить. На самом деле здесь проект о многогранной работе. Здесь действительно речь идет и о тех мамах, которые впервые столкнулись с этим диагнозом, и они действительно боятся дальше что-либо делать, и наша основная задача как раз-таки их довести до медицинского учреждения, помочь им преодолеть психологические барьеры для того, чтобы они начали своевременное лечение и не передали вирус своему ребенку. Но есть и категория людей, с которыми мы работаем, это мамы, которые уже знают о своем ВИЧ-статусе, и вот здесь наша основная задача, чтобы эти женщины продолжали лечение, и мы помогаем убрать различные социальные барьеры, психологические барьеры, потому что, к сожалению, часто бывает таким образом, что во время беременности женщина пьет таблетки для того, чтобы не передать вирус внутриутробно ребенку. После того, как ребенок родился, ну зачем мне пить таблетки? Я же себя чувствую хорошо, бросают. Это, к сожалению, обыденная практика, и вот наш проект как раз-таки помогает этим женщинам преодолеть все вот эти барьеры, в основном это психологические барьеры и страх за здоровье ребенка из-за того, что она пьет таблетки. Вот наши как раз-таки специалисты помогают нивелировать вот такие побочные моменты и возвращают женщин на лечение, что в первую очередь как раз-таки как потенциальным положительным моментом является то, что в будущем она никогда не сможет передать вирус уже ребенку. Мы в первую очередь стараемся на то, чтобы мама не передавала вирус своим детям. Я хотела попозже этот вопрос задам, но задам сейчас. То есть нет стопроцентной вероятности в том, что если беременная мама носитель ВИЧ, то и ребенок тоже будет болеть этим заболеванием. Благо мы сейчас находимся в таких современных условиях, что сегодня, если женщина пьет во время беременности антиретровирусную терапию, то есть это специализированная, подобранная схема лекарственных препаратов, то она может родить абсолютно здорового ребенка. При этом врачи Республиканского центра СПИДа наблюдают этого ребенка до полутора лет. То есть он сдает постоянно анализы, контролируется его состояние здоровья. И после рождения еще дается профилактический сироп лекарственных препаратов для того, чтобы гарантированно обезопасить ребенку от передачи вируса на дефицит от мамочки. И, соответственно, дети у нас в 99,9% случаев рождаются абсолютно здоровы. Есть, к сожалению, единичные случаи, по-прежнему они существуют, когда все-таки ребенок получает заражение при родах. Но за прошлый год зафиксирован всего лишь один такой случай в нашей Республике. О, это значит, что-то не так делают врачи, да, в этот момент? Нет, это позднее начало лечения. Все-таки вирус – это непостоянная такая аксиома в организме. Нужно добиться существенного снижения его количества в организме человека для того, чтобы он не смог передаться другому человеку, даже от мамы к ребеночку. Соответственно, здесь, если, к сожалению, женщина поздно обратилась за медицинской помощью, то бывают случаи, когда вот… Это редко, но бывает, когда врачи здесь бессильны. И, к сожалению, все-таки ребенок может получить вирус иммунодефицита во время рождения. Что касается вашего проекта, да, в том числе, в аннотации было сказано, что вы ездите к этим мамочкам, посещаете их, убеждаете, что надо вернуться к лечению и, может быть, еще чем-то помогаете. Расскажите, как вы выбираете тех мам, это беременные или вот уже молодые мамы, кому вы приезжаете прямо на дом? На самом деле здесь ситуации бывают разные. Например, мы сейчас очень плотно взаимодействуем со спеццентром, у нас налажена такая хорошая система. В течение недели спеццентр собирает заявки от пациенток, и мы по пятницам вместе с врачами республиканского центра спида выезжаем уже к ним. В первую очередь, что мы делаем? Есть женщины, которые не могут оставить своего ребенка для того, чтобы сдать анализы. Мы берем анализы на дому. Есть женщина, которая нуждается в доставке препаратов на дом, потому что также бывают сложности приехать, получить рецепт и сходить за лекарствами в аптеку. Но есть вот случаи, которые мы разбирали, например, с коллегами сегодня, это когда женщина с ВИЧ получила инвалидизацию, она лежачая, и она не может приехать в спеццентр своевременно пройти обследование, получить всю необходимую помощь, и вот, соответственно, мы выезжаем к таким женщинам. При этом вот в данном случае эта женщина вроде бы не относится к этому проекту, потому что у нее уже ребенок все-таки старше определенного возраста, почти 4,5 годика, но здесь мы оказываем дополнительную социальную помощь, например, из-за того, что она сейчас не работает, она лежит. Помочь некому. Ей некому просто помочь, и здесь нужна была помощь и в покупке продуктов питания, элементарных средств гигиены, средств для стирки просто и ухода. И параллельно сейчас наш социальный работник с юристом занимается дополнительными моментами, связанными с получением различных социальных льгот и выплат, чтобы эта мама могла хотя бы нанять няню дневную, чтобы она сидела с ребенком. И также помогал и самой маме, потому что мама не может, например, полноценно выйти на улицу, купить необходимые вещи, и ребенок, получается, целыми днями находится вместе с ней в доме. Это вот такие сложности, с которыми, к сожалению, сталкиваются наши клиентки, и мы помогаем, в частности, в рамках данного проекта. Как хорошо, что есть слом. Мы стараемся. А вот еще что интересно, как вы сказали, надо вовремя проходить лечение беременным мамочками, тогда ребенку не передаться этот вирус в 99% случаев. А каким образом беременные мамочки узнают о том, что они носители ВИЧ? В обязательном порядке сейчас они проходят этот тест или сами по своему желанию? На самом деле сейчас существуют обязательные требования для беременных женщин. Они каждый триместр сдают обязательно анализ на вирус иммунодефицита. Но здесь есть подводные камни. И в чем они заключаются? К сожалению, помимо того, что женщина сдает анализ на ВИЧ-инфекцию, должен сдавать анализ на ВИЧ ее супруг или половой партнер. Но зачастую, к сожалению, мужчины игнорируют это требование. И их заставить по закону нельзя. И, соответственно, если они являются носителями вируса и продолжают вступать в интимные взаимоотношения женщины, они могут ее заразить во время беременности. Но при этом на анализах крови еще вирус не будет определяться. Это называемый период серонегативного окна, который может длиться до 6, а в редких случаях 12 месяцев. Это уже негативное повлияние. И здесь, к сожалению, вирус может обнаружиться, например, существенно позже, когда ребенок уже родится. И существуют риски. К сожалению, у нас есть мамочка, которая сейчас работает в нашей организации, которая вот так, к сожалению, передала вирус своему ребенку. Она просто не знала, что она ВИЧ-положительна. Потому что в момент родов, сдавая анализы, она была ВИЧ-отрицательна. Но, к сожалению, перед родами муж подарил ей диагноз. Но при этом он не сдавал в свое время на анализы. И, к сожалению, умер от туберкулеза. Ладно, не будем о грустном. Сейчас мы о самом полезном. Что делать мамочке, когда вот она только узнала о том, что она ВИЧ-положительная? То есть надо себя в первую очередь взять в руки, а дальше что делать? Самое главное запомнить, что сегодня вирусовый дефицит это обычное контролируемое хроническое заболевание. Причем оно гораздо легче по течению, чем даже мы сравниваем с тем же самым диабетом. Поэтому самое главное нужно в первую очередь обратиться в государственное медицинское учреждение Центр СПИДа по адресу Кустарная 18 в городе Уфа. Это территория Республиканской клинической больницы. Бесплатно прийти, сдать подтверждающие анализы, встать на учет и начать сразу же получать лечение. Причем лечение у нас гарантируется государством, что оно абсолютно бесплатно. Это очень важно. И сейчас причем самое главное, что женщинам, особенно беременным, выдаются самые современные препараты, реально препараты, которые вот буквально 5-6 лет назад только были приняты на вооружение в борьбе с ВИЧ, уже выдаются в нашей стране. И женщины могут получать лечение без серьезных побочных эффектов и, самое главное, без вреда для своего ребенка. Вот вы говорили про мамочку, да, который муж передал вот этот ВИЧ-положительный статус. А вообще есть ли у нас в российском законодательстве сегодня возможность для женщины доказать этот факт и рассчитывать на компенсацию со стороны мужчины? На самом деле статья такая существует, но, к сожалению, здесь опять же существуют, помимо самой статьи, страхи у женщин. Во-первых, не всегда женщины просто идут, обращаются в правоохранительные органы. И, во-вторых, здесь очень важный момент, что во время всех этих процедур, к сожалению, придется придать огласке свой диагноз. Немногие женщины соглашаются на подобное, боясь, опять же, общественного осуждения. То есть это вот в суд она идет и оглашает? Конечно, это все будут знать, и она не хочет, чтобы посторонние люди, например, знали об этом. Мы знаем, что есть и практики, в том числе и в нашем городе, когда женщины добивали справедливости, в том числе с помощью закона. Но здесь важно учитывать, что закон не настолько суров в отношении заражения к ВИЧ-инфекции, и поэтому серьезных сроков людям не присуждается. И здесь важно же помнить другое, что уже не исправишь. Человек, к сожалению, является носителем пожизненно. Поэтому мне кажется, что в данном случае нужно не наказывать, а нужно усиливать все-таки профилактическую работу, чтобы в нашей стране, в нашем городе на каждом шагу говорили про возможность бесплатно сдать анализ на ВИЧ. И что это не страшно, это не стыдно, и что сегодня ВИЧ – это контролируемое заболевание, которое легко подается медикаментозному контролю. В таком случае подскажите, пожалуйста, как найти вас, как стать участником проекта? На самом деле все достаточно просто. Мы взаимодействуем плотно с республиканским центром СПИДа, поэтому можно набрать в поисковике «Центр СПИД» город Уфа и выйти на адрес Кустарная, 18, где врачи спокойно, все врачи знают нас, могут подсказать контакты нашей организации, либо найти нас напрямую в любом поисковике, набрать «Позитивная среда» и сразу же выйдет телефон горячей линии, где вы тут же попадете на равного консультанта или консультантку, которая подскажет, как обратиться за адресной помощью в рамках программы, которая осуществляется на средства гранта главы города. Спасибо большое. Тогда дальнейших вам успехов. Побольше еще таких же полезных социальных проектов, и пусть все мы будем здоровы. Обязательно. Спасибо большое. Я напомню, что гостем нашей студии был руководитель региональной общественной организации «Позитивная среда» Артур Гельманов. Оставайтесь на телеканале «Вся Уфа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова